ВЫСТРЕЛЫ 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 2 мая 2003 года на борту авианосца Авраам Линкольн президент США Джордж Буш провозгласил скорую победу над Ираком. Со слов коалиционного командования, потери войск были ничтожны. Но каждый следующий день продолжал приносить американцам трагические известия о гибели солдат и подрывах боевых машин. В списках потерь, понесенных от партизан, были и самые последние модификации основного танка Абрамс. В армии Ирака были только РПГ-7 со старыми боеприпасами. Активные поиски американским спецназам новейших российских противотанковых комплексов на территории Ирака оказались безрезультатны. Зато высокая эффективность старого оружия для них оказалась подлинным сюрпризом. Вопреки официальным заявлениям, во Второй Иракской войне американская армия понесла значительные потери в бронетехнике. Чаще всего их виновником был наш гранатомет. В этой истории удивляет тот факт, что это оружие было создано 45 лет назад, когда о нынешних способах защиты танков никто и не догадывался. По надежности и долгожительству в вооруженных силах РПГ-7 сравнивают с автоматом Калашникова. За годы службы он оброс всевозможными мифами. Но, как и полагается выдающемуся изобретению, истина о великолепной «семерке» часто оказывается интереснее легенды. Великолепная «семерка» Весна 1943 года. Германия продолжала находиться в трауре по 300-тысячной армии Паулиса, капитулировавшей под Сталинградом. Неожиданное сообщение Северной Африки привело Гитлера в ярость. В Тунисе была разгромлена группировка немецко-итальянских войск. Более половины бронетехники уничтожили американские пехотинцы из ранее неизвестного оружия. Это был первый в мире ручной реактивный гранатомет М1 «Басука». Ну, просто по внешнему виду очень похож был, значит, это ружье на музыкальный инструмент. И это термин «базука» так закрепилось за этим видом оружия. И все последующие виды вооружения этого класса длительное время назывались «базуками». Первый гранатомет был невероятно эффективен. На дальности более 300 метров он пробивал 80-мм танковую броню. Не случайно американский генерал Дуайт Эвенхауэр оценил «Базуку» как лучшее противотанковое средство пехотинца. По сути, гранатомет — это безоткатное орудие с кумулятивным боеприпасом. Американцы стали первыми, кто их объединил. Но мало кому известно, что обе идеи родились в России. Кумулятивный эффект был открыт военным инженером Боресковым еще в 1864 году. А безоткатное 70-мм орудие конструктор Ребушинский придумал в ходе Первой мировой войны. В апреле 43-го по приказу Гитлера трофейные «базуки» срочно доставили в Германию. К необыкновенному оружию отнеслись с особым вниманием. На Восточном фронте советские танки стали для вермахта большой проблемой. Фронтовой киносборник. Новые средства борьбы с танками. Камф-бистоль. Фауст-патрон. Уже через 4 месяца в Германии был налажен массовый выпуск одноразовых гранатометов «Панцерфауст» – «Железный кулак». Чаще их называли «Фауст-патрон». Оффенро. К сентябрю конструкторы создали и многоразовый реактивный гранатомет «Оффенро» – близкий родственник «Базуки». Когда немецкие солдаты отвечали, говорили, что «Панцерфауст» – это твоя противотанковая пушка. Вот такое значение. И вообще по характеристикам они были недалеко от истины. Дальность стрельбы первых «Фауст-патронов» была невелика – всего 30 метров. Плохая была и кучность стрельбы. Однако попадание кумулятивной гранаты в танк практически всегда обеспечивало его поражение. В условиях полевых потери, безвозвратные потери танков от этого вида оружия составляли примерно 15-20%. А при взятии «Берлина» безвозвратные потери танков от этого оружия составили 70%. Парадоксально, но факт. В годы войны Главное артиллерийское управление Красной Армии, ответственное за развитие вооружения, появление противотанкового гранатомета не оценили. Всю войну мы отвоевали ручными гранатами. И, естественно, это был громадный недостаток по противотанковой обороне. После падения Рейхстага США и Англия начали разрабатывать планы ядерной войны против СССР. Сталин потребовал от ученых ускорить создание атомного оружия и средств его достатка. Форсировать ракетную тематику советским конструкторам помогли наработки немецких специалистов. Опыт Германии руководство СССР использовало и для создания отечественных противотанковых гранатометов. Совершенно секретно. 22 марта 1947 года. Москва. Из постановления Совета Министров СССР. В целях обеспечения Советской Армии пехотным противотанковым оружием обязать Министерство вооружения СССР немедленно приступить к созданию ручного гранатомета с дальностью прямого выстрела 100 метров. Председатель Совета Министров Союза СССР Иосиф Сталин. По решению правительства, подмосковный город Красноармейск из советского сектора оккупации Германии вместе с технической документацией и оборудованием вывезли немецких специалистов по фаустпатронам. Однако ставка на западный опыт себя не оправдала. Ничего нового конструкторы из Германии предложить не смогли. В результате создателей знаменитых фаустпатронов отправили домой. Можно предположить, что они все-таки имели убеждение, что не стоит на Советский Союз работать и не выдали все, чем они обладали. Разработкой противотанковых гранатометов в СССР занялись сразу несколько разрозненных предприятий. Свои конструкторы гранатометных комплексов были и в нефтяной, и в угольной промышленности. Но лучшим в 49-м году признали гранатомет, созданный в специальном конструкторском бюро номер 30 Министерства сельскохозяйственного машиностроения. РПГ-2 стал первой успешной разработкой отечественного гранатометного комплекса. Но фактически повторял схему панцерфауста. Стрелял всего на 150 метров, и при этом образовывалось огромное облако дыма, которое демаскировало позицию стрелка. Зато этот гранатомет был дешевым и простым в производстве. Достаточно сказать, что его ствол делали из низколлегированной стали, применявшейся при производстве обыкновенных водопроводных труб. В начале 50-х он пробивал 200-мм броню. И тогда этого было вполне достаточно. В 57-м году президент США Эйзенхауэр утвердил новую стратегию, направленную на укрепление позиций Америки и противодействие национально-освободительным движениям. Документ предполагал нанесение внезапного термоядерного удара по СССР и государством Варшавского договора, поддерживавшим страны Третьего мира. Совершенно секретно. 13 августа 1957 года. Москва. Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. План Пентагона предусматривает вторжение в СССР наземных сил НАТО с Запада и Юга в количестве 20 миллионов человек. Территория страны будет поделена на 4 оккупационные зоны. В результате операции прогнозируется гибель 60 миллионов советских граждан. Председатель КГБ при Совете Министров СССР Иван Серов. В ответ руководство Советского Союза впервые предусмотрело возможность ведения атомной войны со странами Блока НАТО. После нанесения ракетных и авиационных ударов исход боя должны были решать мотострелковые соединения, поддержанные бронетехникой. Основные американские танки М48 были защищены 152-мм броней. На большой дальности советские гранатометы РПГ-2 пробивали ее с трудом. Требовалось новое оружие. 25 марта 1958 года головным предприятием по созданию противотанковых средств ближнего боя в СССР было назначено Государственное союзное конструкторское бюро ГСКВ-47. Позже его переименовали в «Базальт». Когда с тематикой у «Базальта» было туго, потому что авиация, на которой они работали, сокращалась, и минометы сокращались, и они вот взяли под свое крыло ближний бой. Для создания нового гранатомета правительство определило жесткий трехгодичный срок. В списках ведущих конструкторов значилась фамилия Валентина Фирулина. Это была личность неоднозначная. Когда я пришел на работу, мне, так сказать, смехом сказали, «Ты поди в первый отдел, возьми материал и познакомься с вечным двигателем Фирулина». Это был человек, начиненный идеями, может, часто фантастическими, но многие можно было и реализовать. Талантливый ученый выдвинул гениальное предложение – перейти на активно-реактивную схему выстрела. На гранату установили реактивный двигатель, который включался после вылета ее из ствола. Это увеличило дальность стрельбы сразу в три раза. Теперь она поражала цель на расстоянии 500 метров. Граната фактически становилась ракетой без электроники. Тогда еще никто не знал, что скоро эта идея в корне изменит представление о противотанковых средствах ближнего боя и определит облик перспективного оружия. Но опытные стрельбы из нового гранатомета выявили большие проблемы с кучностью. Реактивный двигатель уводил гранату в сторону от цели. В конструкторской среде появились скептики этого принципа стрельбы. Многие считали, что на активно-реактивном принципе достичь необходимой кучности боя, обеспечивающей попадание выстрелов в танк, невозможно. Сроки исполнения работ срывались. В то же время Валентин Фирулин продолжал выдвигать новые, порой фантастические идеи. Он писал Кастро с предложением о том, как бороться с этими цунами, которые вот сейчас идут. У него были идеи создания плавающих островов, особенно в Красном море. Он считал, можно арендовать, потому что там нескончаемое количество элементов Менделеева. Руководство предприятия посчитало, что фантазии ученого отвлекали его от реализации задания правительства и освободило Фирулина от должности заместителя начальника отдела. Революционную идею с новой схемой выстрела для гранатомета пришлось притворять в жизнь сообща. Но неудачи, скучности стрельбы и ограниченные сроки работ подтолкнули начальника конструкторского отдела Петра Топчана на рискованный шаг. Он написал письмо в ЦК партии, в котором обосновал невозможность создания гранатомета на основе активно-реактивной схемы. Над проектом нависла угроза закрытия. Но творческие поиски в КБ на этом не закончились. Предприятие выручила традиционная русская смекалка. Однажды конструктор Олега Дзядуха осенило. Чтобы стабилизировать кучность, он за ночь смастерил турбинку для поворота гранаты. С утра пораньше Олег Федорович уже был на стрельбище, где испытал новую конструкцию. Результаты удивили даже оптимистов. Гранаты с турбинкой ложились точно в цель. В июне 1961 года, через два месяца после исторического старта космической ракеты «Восток» с Юрием Гагарином на борту, новый гранатометный комплекс был принят на вооружение советской армии. Он получил наименование РПГ-7 и стал штатной единицей в каждом мотострелковом отделении. В первую очередь «семерка» предназначалась для поражения новейших американских танков М-60 с толщиной лобовой брони 175 мм и других перспективных боевых машин. РПГ-7, а навык появился за рубежом так лет через 10-11, и то уменьшенными характеристиками по дальности стрельбы. За кажущейся простотой конструкции стоял труд многих разработчиков. Всего авторами «семерки» удостоенными Ленинской премии был признан конструкторский коллектив из 14 человек. Мы получили, не соврать бы, ну, в общем, ну, нормально. Короче, я на нее тогда купил холодильник. Моя зарплата была 150, наверное, в то время. Да, где-то так. 500 рублей это для нас были, ну, хорошие деньги. Наряду с автоматом АК, гранатомет РПГ-7 стал самым массовым оружием в отечественных вооруженных силах. 11 октября 1962 года резко обострилась ситуация в Тибете. На спорном участке китайско-индийской границы произошли вооруженные столкновения. Индия обратилась за поддержкой к СССР. Поставки советского оружия в Дели вызвали бурное недовольство в Китае. Хрущев обвинил Мао Цзэдуна в нагнетании напряженности в регионе. В руководстве СССР впервые заговорили о возможном столкновении с Китаем. Я слышал своими ушами, как наши руководители говорили, когда объясняли, что мы должны иметь ядерное оружие не даже столько, сколько Соединенные Штаты Америки, и плюс еще к ним английские ядерные силы, да плюс французские ядерные силы. А мы должны подразумевать и такую возможность, что нам придется иметь дело с Китаем. В начале 60-х годов китайская армия получила новые танки. Это были копии советских ПТ-76 и Т-54А. А в Германии и Англии появились Леопард-1 и Чифтен с броней около 200 мм. Для поражения этих танков конструкторы «Базальта» одновременно с «Семеркой» создали новый станковый гранатомет СПГ-9 «Копье», в котором усиливались мотострелковые батальоны. Под руководством Василия Зайцева к «Девятке» разработали уникальную гранату «Модерн». Она пробивала 300-мм броню. На базе этой боевой части были разработаны и другие образцы противотанкового оружия уже следующего поколения, будем говорить. Так что все, что заложено в «Семерке» и в «Девятке», послужило основой для разработки целой плеяды противотанкового вооружения пехоты. «Внимание! Выстрел! 5, 4, 3, 2, 1!» ВЫСТРЕЛЫ Станковый гранатомет СПГ-9 поступил на вооружение в 1963 году. Он заменил лучшую пушку Второй мировой, легендарную ЗИС-2 и безоткатное орудие Б-10. ВЫСТРЕЛЫ Принцип действия противотанковых гранат основан на кумулятивном эффекте — сосредоточении продуктов и взрыва в определенном направлении. Укоренилась легенда, что кумулятивная струя якобы прожигает броню. На самом деле она ее пробивает. ВЫСТРЕЛЫ Если выстрелы изготовлены в виде цилиндра подорвать на стальной плите конечной толщины, то в результате останется небольшая вмятина. Тот же заряд, на обращенном к плите торце которого сделана выемка, образует при подрыве глубокий кратер. Благодаря графическому изображению вы видите, что боевая часть выстрела представляет собой воронку с металлической облицовкой. Детонация взрывчатого вещества сжимает облицовку и вытягивает ее вдоль оси в виде струи. В момент взрыва металл, из которого она состоит, становится текучим и имеет температуру всего 600 градусов. Но при этом кумулятивная струя диаметром всего 4 миллиметра приобретает огромную скорость до 10 километров в секунду и под давлением в 1 миллион атмосфер пробивает броню танка. Кумулятивные струя, попав в боеприпасы или топливо, приводят к их взрыву. Октябрь 64-го года. Никита Крущев отстранен от должности первого секретаря ЦК КПСС. Его преемником стал Леонид Брежнев. В условиях непрекрачавшейся холодной войны с Западом расходы СССР и дружественных ему стран на оборону возросли. Лицензии и технологии на производство гранатометов РПГ-7 были переданы некоторым иностранным государствам. Вопреки расхожему мнению, в их число вошли всего 5 стран Варшавского договора и Египет. Они выпускали модернизированные выстрелы, выпускали и для нас, вели производство для поставки в Советский Союз. А все остальные вели нелегально. Конструкция РПГ-7 оказалась настолько удачной, что в некоторых странах взялись даже за разработку боеприпасов для него буквально из подручных средств. Я был в Болгарии. Разработали свой осколочный выстрел. Это взяли кусок, так сказать, водопроводной трубы, грубо говоря, начинили взрывчаткой. И получилось эффективно, давай его продавать во все страны, которые нуждаются. Ну, в частности, в Африку. К концу 60-х годов СССР осуществил подлинный прорыв в мировом танкостроении. На вооружение поступил новый танк Т-64. На броне этой машины советские конструкторы первыми в мире предложили установить навесную динамическую защиту. Принцип ее действия был обоснован в НИИ Стали еще в 49-м году. Однако в ходе испытаний произошло тяжелое происшествие. При обстреле танка неожиданно взорвались все элементы динамической защиты. Взрыв практически уничтожил машину. Был приглашен маршал бронетанковых войск Бабаджаня. Когда он все это увидел, он, значит, прошелся вокруг танка несколько раз, поправил свою кепку, потрогал, вот, потом повернулся к промышленности, которая представляла ему этот образец, и сказал, да, говорит, все это хорошо, но пока я командую войсками бронетанковыми, так, ни грамма взрывчатого вещества на поверхности брони не будет. Идею защиты танков контр-взрывом сочли абсурдно, и проект закрыли. Но через 20 лет неожиданно для советских конструкторов и военных ее успешно реализуют за рубежом. В начале 68-го года численность группировки американских войск во Вьетнаме превысила полмиллиона человек. Несмотря на это, 30 января вооруженные отряды Вьеттонга захватили здание радиостанции Сайгона и прорвались в посольству США. В городе развернулись ожесточенные бои. Совершенно секретно. 20 февраля 1968 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Андрею Гречко. Американские источники сообщают, что южно-вьетнамские партизаны активно применяют гранатомет РПГ-7. По нашим каналам это оружие во Вьетнам не поставлялось. Старшей группы советских военных специалистов в Демократической Республике Вьетнам генерал-лейтенант Владимир Абрамов. Поводом для этой информации стали большие потери американской бронетехники на улицах Сайгона. С тех пор легенда о том, что СССР якобы вооружил партизан Южного Вьетнама гранатометами РПГ-7 прочно укоренилась на Западе. Однако на самом деле это оружие туда поставили китайцы. Они взяли наши гранаты, нарисовали их, вычертили подетально и стали изготавливать. Единственное отличие от наших это они трассер ставить не ставили. Мы решили, зачем трассер делать, пиротехнику, когда и так, в принципе, попадаешь. В конце 60-х годов советская военная разведка доставила из Вьетнама американские одноразовые гранатометы М-72. Он значительно расширял огневые возможности пехоты. Поражать бронетехнику на дальности 200 метров стало под силу любому солдату. Этот образец позволил конструкторам Базальта открыть новое направление работ по созданию отечественных одноразовых гранатометов. Если ожидается танковая атака и у, допустим, того противотанкового оружия, которое есть у войск, не хватает, в этом случае выдаются вот эти вот реактивные противотанковые гранаты. Такие как Муха, НЕТ, РПГ-18, РПГ-22 и так далее. Одноразовые гранатометы были просты в обращении и дешевле в производстве. Но они уступали РПГ-7 по дальности стрельбы. С началом культурной революции в Китае его военная помощь вьетнамским коммунистам прекратилась. Теперь СССР начал поставки отечественных гранатометов в Северный Вьетнам. С их применением там не обошлось без курьезов. Пришла информация, что вьетнамские солдаты, используя гранатометы, РПГ-7, стреляют по любым движущимся мишеням. Если один солдат, у дерева стреляют по солдату, два по группе, кумулятивными, и считают, что эффект есть от этого. В марте 1969-го Китай выдвинул территориальные претензии к СССР на дальневосточный остров Даманский. Под этим предлогом разразился кровавый вооруженный конфликт. В стычке с нашими пограничниками китайские регулярные войска впервые применили гранатометы, созданные на основе советских образцов. Китайцы сформировали специальное подразделение гранатометчикам, когда уже начали поднимать наших раненых. Которые выпадали с острова по основному, через основную рост реки. Китайцы открыли огонь с гранатомета. И БТР был подбит. Горький опыт Даманского вынудил советских конструкторов усилить броневую защиту танков и БТР. В середине 70-х в СССР начался выпуск новой машины Т-72 и уникального летающего танка Т-80. Танковый бум начался и на Западе. Перспективные американские машины «Абрамс» и западногерманские «Леопард-2» имели комбинированную лобовую броню более 500 мм. Старые выстрелы к РПГ-7 ее не пробивали. И главная ракетно-артиллерийская управление Минобороны СССР потребовала от промышленности создать более мощную противотанковую гранату. В кратчайшие сроки конструкторы базальта заказ выполнили. Новая кумулятивная граната увеличенной мощности получила индекс ВЛ. Ведущим исполнителем ее был Ленин. Ленин Валентин Михайлович конструктор предприятия «Базальт». А аббревиатура ВЛ включает в себя два слова «Выстрел луч». Новую гранату сразу отправили на Ближний Восток. К тому времени Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем и начал активно вооружать арабский мир. Боевые испытания противотанковой гранаты прошли успешно. С дистанции в 300 метров она оказалась способна пробить 600-мм броню. Не случайно наши конструкторы шутили «Дело Ленина живет и побеждает». В октябре 1973 года после первых неудач в войне с арабами Израиль подготовил контрнаступление. План его командования предусматривал молниеносный захват голландских высот. Существует легенда, что стремительное продвижение израильских частей на этом направлении остановило целое подразделение сирийцев, вооруженных гранатометами РПГ-7. Но лишь специалисты знают, что головную танковую колонну израильтян из советской семерки уничтожил всего один сирийский солдат. Попадание выстрелом боевой частью в танк, в танке отверстие, очевидно, внутрь попадало солидное количество давления газов, открывался люк, танкисты выскакивали израильские и убегали. Танк вроде бы стоял целый, а расчета не было. В декабре 79-го на территории Афганистана на основании двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве был введен ограниченный контингент советских войск. В Москве все готово к проведению летних Олимпийских игр 1980-го года. Добро пожаловать, дорогие гости. Москва готовилась к Олимпиаде. О последствиях штурма дворца афганского президента Амины в СССР доходили лишь смутные слухи. Неожиданно на предприятии «Базальф» зачастили высокопоставленные чиновники из ЦК КПСС Совета Министров и Госплана. Им необходимо было увидеть оружие, боеприпасы которого в огромном количестве расходовались в Афганистане. Было израсходовано несколько десятков тысяч боеприпасов ПГ-7 при полном отсутствии бронетехники у маджахедов. Потому что стреляли в основном по блиндажам, по дувалам, по укрытиям и так далее. Стреляли чем? Противотанковой гранатой. Другого ничего не было. В то же время значительные потери несли и советские войска. Здесь впервые после Даманского им пришлось испытать на себе мощь отечественных гранатометов. Маджахеды, вооруженные РПГ-7 китайского производства, на узких горных дорогах устраивали засады и почти безнаказанно уничтожали военную технику. Изучая опыт боевого применения гранатометов в Афганистане, специалисты базальта предложили военным разработать новые осколочные выстрелы для РПГ-7. Но у военного руководства были другие планы. специалисты очень умные сказали нам слушайте ребята у вас это какой противотанковый гранатомет зачем это оружие еще оснащать каким-то второстепенным у нас автоматы карабины у нас перекрывает дальность 800 метров зачем нам нужен такой выстрел осколочный хватит все остановились и прекратили мы эту работу в 82-м году советским солдатам в Афганистане предстояло штурмовать хорошо укрепленный район удерживаемый лидером оппозиции Ахмад Шахом Масудом во время паншерской операции впервые были применены новейшие ручные огнеметы рысь и шмель и одноразовые гранатометы у каждого солдата было по 3 по 2 одноразовых гранатомет РПГ-22 одно время РПГ-18 были муха но неэффективные стали брать более мощный калибр РПГ-22 РПГ-27 и вот получалось что каждый солдат нес около 50 килограмм поражающее действие огнеметов с объемно детонирующими боеприпасами оказалось в горах очень эффективным как легенду из уст в уста передавали моджахеды весть о появлении у русских шайтан трубы нового гранатомета там мазанки туда внутрь попал таким выстрелем и здание не стало совершенное это когда можно не осколочностью поражать противника а избыточным давлением на уши на глаза и так далее результаты применения огнеметов в Афганистане повлияли на открытие нового направления в работе предприятия базальт для РПГ-7 были созданы термобарические выстрелы ТОНИ или как их еще называют боеприпасы объемного взрыва термобарический боеприпас изначально был предназначен для разрушения укрытий и поражения живой силы противника но неожиданно выяснилось что он отлично работает и по легко бронированным целям в отличие от кумулятивного снаряда который оставляет в борту отверстие размером всего лишь с монету взрыв гранаты ТОНИ буквально проламывает броню БТР летом 82 года в Ливане разразилась очередная арабо-израильская война на пути танков армии Израиля вновь встала сирийская пехота к тому времени РПГ-7 наряду с автоматом Калашникова успел стать в арабском мире символом борьбы за освобождение но итоги этих боев обескуражили советских военных специалистов отечественные гранатометы впервые оказались бессильны против устаревших израильских танков Минобороны Сирии выразила советской стороне крайнее недовольство совершенно секретно 5 июля 1982 года Москва министру обороны СССР маршалу Советского Союза Дмитрию Устинову в долине Бекаа бойцами 3-й сирийской танковой дивизии захвачен неповрежденный израильский танк М48 с неизвестной системой защиты брони Прошу срочно выслать самолет Ан-22 для перевозки образца Советский Союз Главный военный советник преминистр обороны Сирии генерал-лейтенант Григорий Яшкин Уже через две недели на полигоне в Кубинке специалисты осмотрели трофейный танк хорошо знакомый М48 американского производства ЦК Министерство за это сполошились как же так наши боеприпасы не бьют танки у них есть а у нас нету мы работали по принципу у нас должно быть то же самое и лучше должно быть Комиссия пришла к печальному выводу секрет новейшей динамической защиты Блейзер немецкой фирмы ТАСА установленной на танки советским конструкторам был известен давно Я ходил рассматривал вот ну хорошая защита мы 25 лет назад предлагали такую защиту на следующий год на вооружение советской армии поступил комплекс оригинальной динамической защиты танков Контакт-1 созданный в НИИ Стали в каждый контейнер вложена стальная пластина за которой находится взрывчатка при попадании гранаты в него происходит взрыв который бросает пластину на кумулятивную струю это приводит к ее разрушению и резкому снижению глубины пробивания основной брони в свою очередь конструкторы базальта развеяли миф о неуязвимости израильских танков группа Ивана Рогозина первая в мире разработала новый нетрадиционный тандемный боеприпас резюме он состоит из двух боевых частей первый взрыв уничтожает элемент защиты обеспечивая основному боезаряду гранаты свободный путь к броне танков второй взрыв позволяет кумулятивной струе пробить броню этот выстрел успешно поражает любую бронетехнику с навесной динамической защитой на международной выставке Айдекс 93 в Абу-Даби граната резюме на глазах уизумленной публики пробила железобетонный блок толщиной полтора метра мы решили не повышать не увеличить длину отверстия за счет кумуляции а так первую сделать боевую часть как будто бы это у нас провокатор который снимает возбуждает динамическую защиту и она отлетает за это время головка наша основная должна постоять помолчать и сработать когда будет чистая броня 1999 год начавшаяся контртеррористическая операция в Дагестане вновь выявила острую необходимость иметь для РПГ-7 осколочный боеприпас через три года новая граната была принята на вооружение по боевой эффективности калиберный выстрел разработанный ведущим конструктором базальта Михаилом Коноваевым сравним с разрывом десятка ручных гранат этот боезаряд успешно применяют федеральные войска на Северном Кавказе сегодня наша пехота часто вынуждена действовать в отрыве от бронетехники артиллерии и основных сил подразделений в данном случае гранатомет оказывается очень мощным огневым средством поддержки 18 апреля 2006 года в подмосковном Красноармейске прошло выездное заседание Комитета по обороне Совета Федерации России Участникам были продемонстрированы новейшие разработки предприятия базальта решение о совершенствовании законодательной поддержки оборонно-промышленного комплекса страны стало итогом работы сенатора Апрель 2006 года на вооружение сукопутных войск США поступили более 300 тысяч одноразовых гранатометов АТ-4 совместного шведско-американского производства его гранаты позволяют поражать 500-мм броню танков на дальности 300 метров По заказу Пентагона завершается создание системы щит для активной защиты бронетехники Она представляет собой мини-ракеты уничтожающие гранаты на подлете к танку в автоматическом режиме Подобные комплексы были приняты на вооружение в нашей армии еще 15 лет назад А сегодня конструкторы базальта продолжают работать над новым оружием в том числе нелетального действия Вывел на час на сутки на месяц из строя Вот такие мысли есть у нас Технику можешь выводить из строя не только пробивая дырки и подрывая но и скажем воздействовать каким-то образом на экипаж который там за броней сидит Новые гранаты в различном снаряжении значительно расширяют тактические возможности РПГ-7 сегодня легкий противотанковый гранатомет стал многоцелевым оружием Пионеры гранатометов США и Германия за весь послевоенный период так и не смогли создать лучшую конструкцию чем ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 Зарубежные конкуренты были вынуждены признать гений российской научно-технической мысли но высокие боевые качества Семерки меньше всего удивляют самих ее создателей специалисты базальта заложили в нее огромный потенциал модернизации более того уже в ближайшее время его конструкторы готовы удивить мир новыми уникальными выстрелами и обеспечить легендарному оружию долгую жизнь до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры подогнал «Симон»